Ну, никакой рабочей атмосферы. Только взяла камеру в руки, все, начались звонки телефонные. Звонки телефонные закончились, стали сверху соседи долбить. Грохот такой, пересмотрела на видео, все слышно, в общем, переснимаю заново. Здравствуйте, друзья! Приветствую всех на своем канале. Сделаю маленький, небольшой такой обзорчик, что сегодня буду сеять. Сегодня средние, зима с летом встречаются. И обычно 15 февраля у меня начинаются первые цветочные посевы. Но не только цветочные. Сейчас поставлю камеру и подробно вам об этом расскажу. На Дзене вышло видео про огурцы и кабачки, что буду сеять. Не знаю, поставлю сюда на YouTube или нет. Потому что очень темное. В связи с чем, тоже не могу понять. В светлой комнате снимала, но видео очень-очень темное. И опять отзеркалила. Поэтому, кому надо, оставлю под этим видео ссылочку на Дзен. Перейдите, посмотрите. Вряд ли я буду выпускать его на YouTube. Ну и первое, с чего хочу начать, это не цветы, а баклажан Валентина. Самый мой любимый баклажан. Пробовала много, вернулась обратно к нему. Отличный. Вот как здесь изображено. Вот такие колбаски длинные. Таким он и вырастает. К концу сезона высота примерно полтора, а то и выше. Один год у меня был, я вставала вот с меня ростом. Это в открытом грунте. Вот такой мощный баклажан. Помните об этом. Баклажанов завязывает много. Хороший, беспроблемный, устойчивый к болезням. Сейчас как раз таки время для посева. Если кто-то думает, сомневается, вот такой баклажан могу вам порекомендовать. Ну и переходим... Ой, извините, камеру качнула. Переходим к цветочкам. Первое, что вот буду сегодня сеять, это цинерария. Серебряная пыль. 20 рублей пакетик. Недорого. Она разная. Есть разные сорта. Чем они отличаются? Высотой и вот рассеченностью листвы. Есть менее рассеченные, такие более жирные листья. А есть более рассеченные, менее жирные листва, что называется. Но она вся красивая. Поиграть с ней в вазонах я высаживаю. Кто-то бордюры из нее делает. Я ее высаживаю просто в вазоны. И подбиваю обычно с колиусами. То есть один вазон с цинерария, второй с колиусом. Еще что-то петунию им в пару ставлю. Очень красиво смотрится. Поиграть можно как угодно. Вот цинерария мелкие, очень мелкие семена. Посев фактически поверхностный. Сильно в землю не зарывайте, не взойдет. Вот такая прекрасная цинерария. Ну и дальше идем. Всеми любимая петуния, да? Всеми-всеми любимая. Хот пинг. Каскадная гигантская петуния тайфун хот пинг. Вот. У меня ее нет. Это с прошлого года упаковка. Не нашла девочки. У нас в магазинах не нашла. Но вроде бы в моем любимом магазине она появилась. Надо съездить и купить. Вот цветки еще красивее, чем здесь изображено. Обалденная петуния. Вот если ее сделать, дальше покажу с моей любимой, допустим, тайфун черри. Вот эта петуния. Это все каскадные. Это огромные петунии, ампельные. Поэтому помните об этом. Возон надо дать им, конечно, в трехлитровый. Это грех вообще высаживать. Да даже и в пятилитровый. Возоны нужно очень большие. Я сажаю в бочки в двухсотлитровый. Вот там как раз таки вот эти петунии. И вот моя самая любимая, самая-самая-самая любимая. Это вот ред велюр. Вот ред велюр. Обычно я делаю в пару ее. Вот ред велюр. И вот эта. Вот эта петуния. Ой, как они великолепно в моих бочках огромных смотрятся. Вот самая-самая беспроблемная петуния, если хотите, которая выдерживает вообще все напасти, все стихийные бедствия. Дождь, ливень, град, вообще все, что можно. Вот это ред велюр. И в продажу у меня это номер один. То есть кто покупает у меня петунию, всегда заказывают Готвера нам вот эту красненькую, которая все выдерживает. Разлетается у меня обычно, как горячие пирожки. Именно вот это ред велюр. Помните про объемы. Такой петунии нужен хороший объем, хороший грунт. Питание закладывать. Ну, то, что туда в землю закладывать, буду говорить потом. Сейчас просто сделаю обзор. Шикарная. Кто не попробовал, какие красивые. Знаете, я просто колеса притащила в прошлом году. Высадила ее в колеса, вот эти автомобильные. Некрасиво вроде бы, а она разрослась. Колес не было видно вообще. То есть это стояли такие шарики, кочки с прекрасной, красивой петунией. Ой, ред велюр. Ну, любимка моя. Здесь пять штук. В капсуле она находится. Они гранулированы. Ну, посев я в прошлом году показывала. Не знаю, может быть сниму, а может быть нет. Также еще в пару с ред велюром очень хорошо смотрится. Тайфун сильвер. Он тайфун, тайдал. В разных сериях есть сильвер. Очень хорошо. Тоже гигантское растение. Также пять штучек. Наша фирма биотехника. Еще хочу обратить ваше внимание. Вот смотрите. Тайфун. Здесь у меня 23-й год. Это срок сбора семян. Срок урожая, так скажем. Если будет стоять 22-й или 21-й, что я видела тоже у нас в торговых сетях, не берите. 23-й. Вот берите. Если вы сейчас высеваете, берите 23-й год. Петуния очень плохо сохраняет свои качества в схожести. То есть через год фактически может уже не взойти. Ну, а через два, так это уже 100% не взойдет. Дальше. Еще что хотела давно приобрести. Opera Supreme Raspberry Eye. Ну, никогда мне ее не хватало. Ну, никогда. Вроде бы только в магазине в моем появится. Все, приезжаю, ее уже нет. Тоже здесь пять штучек. Все находится в капсуле. И они гранулированные, эти семена. То есть в оболочке. Посев обязательно поверхностный. Никогда петунию, даже просто семенами, которые вы высеваете, не заделывают землей. Обязательно поверхностный посев. Из пульверизатора смачиваем, закрываем там крышечкой в пакетик. И до всхода все это стоит. Землей засыпите, ничего не взойдет. Когда, говорят, купила я дорогую петунию, вот у меня там знакомая, говорит, ничего не взошло. Я говорю, а ты землей засыпала? Да, говорит, хорошо, засыпала. Ну, вот поэтому и не взошло. Но красиво. У девочек вижу на видео. Вживую не видела ни разу. А на видео просто великолепная. Так дальше. Ну, конечно, без колиусов, да? Как вот, смотрите. Вот композиции, пожалуйста. Вот. Вот композиционные группы я уже вам фактически составляю. Так. Как же тоже пройти мимо? Колиус вот такой, не знаю, какой-то скарлетт. Ну, как можно было пройти, да? Такая, такая листва. Я давно хотела такой пестренько, такой мягенько-пестренько колиус. 110 рублей. Колиус не дешевый. Здесь 5 штук. По-моему, это американская. Так, сейчас посмотрим, кто это. Не знаю, девочки. Не вижу. Кто? Кто? Чья селекция? Профессиональные семена. Поэтому вот такой тоже колиусы прекрасно сохраняются. Здесь, знаете, что высота до 50 сантиметров. С чем я не согласна, на обороте написано, что выдерживает низкие температуры. Не знаю, за всю мою практику, что я высаживаю колиусы, как раз-таки они низкие температуры плохо выдерживают. То есть чуть немножко температура к нулю, все они скукоживаются. Ну, может быть, какой-то там суперсорт, не знаю. А, чешская селекция, вот, прочитала. Так что вот такой резной и хочу посеять. И обязательно сохранить на маточник, чтобы у меня были. Тем более дома у меня все равно хранятся. Дальше. Вот такой колиус увидела. Недорогой. 27 рублей. Танец радуги. Колиус блюми. Блуми, блюми. Вот. Ну, красивый, да? Тоже высотой до 40 сантиметров. Я высокие колиусы не беру. Ну, иногда случается, берешь колиус 35 сантиметров, а там такая лошадь вымахивает. Так что, ну, красавец. Тоже беру именно для сохранения, чтобы было в коллекции. Так, здесь 4 штучки. Тоже, видите, дата упаковки. Вот, 23 год. Всегда обращайте на это внимание. Потому что некоторые цветы, еще раз повторюсь, плохо сохраняют свою схожесть. Так, что еще из новиночек? Ну, вот надо же, знаете, да, чтобы мне там заморочиться. Алисум. Какой-то пурпул. Написано, ампельная коллекция профи. 58 рублей. Очень крупные цветки. Вообще, мощное цветение. 20 сантиметров до 20 сантиметров высотой. До 35 сантиметров в обхвате объем. Американская селекция. Сколько здесь штучек? Так, не вижу. 5 мультидраже. То есть, они тоже дрожированные. Посев тоже поверхностный. Не заделывая землю. Но вообще, буду сажать, по-моему, впервые алисум. Нет, как-то я высевала белый алисум. У меня был, все было хорошо. Но это было давно-давно. Вот здесь как раз-таки на картиночке. Вот захотелось, девочки. Ну вот, захотелось, проблема. Ну вот, купила себе алисум. Надеюсь, будет беспроблемный. Самые мои любимые бархатцы. Серия профи. Бархатцы тайшаны. Две упаковки взяла. Дорогущие! Слушайте, такие дорогие. Вот тоже 23 год до 27 срок годности. Сколько здесь штучек? 10 штук. Мама дорогая. Всего 10. В том году покупала 15 было. Ну да ладно. В общем, одну упаковку я посею. В этом году у меня на продажу рассада не идет. Взяла сразу смесь, чтобы, ну вот, не покупать две пачки разных. А мне прекрасно хватит. Чем вот эти бархатцы знамениты? Своим размером. До 10 сантиметров цветок. Но обычно цветков на кусте немного. Там 4-5. Вот такое количество у меня было. Ну 6. Обязательно нужно смотреть, когда цветок начинает отцветать, увядать и его убирать. Чтобы дальше кормежка, соответственно, такие бархатцы, чтобы были большие цветы, мощные такие цветы. Нужно обязательно подкармливать. Тоже идет у меня для вазонов. В прошлом году высаживала вазоны. У нас заморозки были до 16 июня. Часть, да фактически все, только в одном месте возле клематисов. У меня они не замерзли. А так все бархатцы прихватило, все замерзли. Вот такие красотулечки. Очень рекомендую. Ну, тайшаны, наверное, самая антигуа. И тайшаны это самая-самая красивая серия из колесов. Дальше. Еще вот такой Марвел желтые бархатцы. Они уже повыше. 45 сантиметров. Вот до 7 сантиметров цветок. Как-то они у меня были. Такие яркие. Я люблю, когда, знаете, такие яркие пятна на участке, где не пастельные тона, где все так хмуро, а вот именно где-то есть что-то подсветить. С теми же гортензиями. Да, вот я именно колиусы вот такие хочу посадить между гортензиями, чтобы немножко расцветить такой шум цветочный, сделать вокруг гортензии. Гортензии же только во второй половине лета зацветают. Ну и вот такие бархатцы. Так, смотрим, что тут у нас на обороте написано. Вот здесь такие как раз 23... О, вот это я не обратила внимания. 22-й год. И годен... А, нет, 23-й год. И годен до 20... 12-й, 27-го года. Тоже 5 штучек. 65 рублей. Вот такие. Значит, по бархатцам, знаете, что хочу сказать? Видите, здесь написано прямо стоячее. Если вы хотите куст вот такой, чтобы прямо вот много-много бархатцев было, шарик такой, берите, чтобы вот было написано. Прямо стоячее и еще слово отклоненное. Не больше 35 сантиметров высотой. Тогда у вас действительно будет вот такой шарообразный кустик, усыпан бархатцами весь. В общем, поняли, да? Прямо стоячее и вот здесь еще отклоненное. Вот здесь должно быть написано. И высота 35, ну 40, там обычно 25 сантиметров. Тогда просто усыпной весь кустик будет. Очень красивое. Ну что, что говорить? Цветы есть цветы, да? Как нам без цветов? Сейчас хочу еще показать. Вот томат пиноккио тоже сейчас посею. Высаживаю его в горшечной культуре, то есть выращиваю в горшках, в открытый грунт не высаживаю. Буквально несколько кустиков. Что-то припозднилось. Ну вообще для раннего потребления, чтобы пока не начинаются в теплице, то есть ну вот так побаловаться. В прошлом году так было интересно, помидор еще не было своих. А вот на пиноккио были уже свои помидорки. Беспроблемный, не тянется штамбовый куст. Маленькие-маленькие помидорки, кисло-сладкие. Особой сладостью не обладает, но пока нет своих основного урожая, а хочется свои же помидорки. Я в теплицу заходила, у меня 4 или 5 горшков было. Ой, красота! Обязательно подвязать нужно палочку в горшочек. И подвязываем. Тогда никакие ветра. Там кошки, которые пробегают обычно соседские, никто не сломает. И вот у меня внучка ела просто с удовольствием. Томат пиноккио беспроблемный. Все. На этом все, дорогие мои. Желаю вам хороших посевов. С чем-то не торопитесь, а с чем-то уже поторопитесь. Но бархатцы сегодня я высевать не буду. То есть все вот это я буду высевать сегодня. А бархатцы я высею приблизительно 1 марта. Потому что я их рано высаживала, только когда на продажу мне нужна была выгонка цветка, чтобы покупатели видели цветок. Ну а так как в этом году нет, то для себя посею бархатцы чуть позже. Все остальное посею сегодня, 15 февраля. Всего доброго, будьте здоровы и счастливы. Пока!